Верховный Суд Состоится слушание в составе трех судей, где они будут решать, возбуждать ли надзорное производство или нет, есть ли основания или нет. Мы знаем, что было затребовано уголовное дело из суда города Ктау. И будут рассматриваться именно с использованием материалов дела. У меня было 23 июля краткосрочное свидание. Согласно закону, свидание длится от двух до четырех часов. Нам дали три с половиной часа. Он сильно похудел и на данный момент он еще не набирает вес. То есть он все так же худой, уставший. Он сейчас болеет. Болеет у него из на свободе. Более 10 лет уже продолжается у него болезнь. У него были проблемы с сосудистой системой. Также болела спина. Ставили диагноз остеохондроз. Сейчас это все положение немножко стало хуже. Наверное, из-за такой большой физической нагрузки. Дело в том, что Владимир работает разнорабочим каким-то. Они делают капитальный ремонт каких-то хозпостроек на территории колонии. Также у них есть такие, когда они с утра, с шести утра до вечера, до восьми вечера, допустим, работают на кухне. Чистят картошку, готовят, убираются. Естественно, это все физические нагрузки. Учитывая его возраст, то у него возникли проблемы. И когда я его видела в свидании 23 июля, то он не мог нормально одеваться, он не мог ходить. То есть у него были сильнейшие боли в спине. Он обратился в медицинскую санчасть. Однако, как таковую действенную медицинскую помощь мы не оказывали на тот момент. А сегодня он мне позвонил. Он не имеет права на телефонные звонки. Это где-то один раз в 10 рабочих дней. И сообщил, что после того, как он вообще не смог встать, ему начали прописывать и прокалывать какие-то обезболивающие. Он выразил свою позицию по отношению к депортации Алмы Шалабаева. Он выразил свое мнение по поводу приговора в отношении Навального и других вопросов. Все это я, естественно, выложила в социальные сети. И у нас появилась информация, что почему-то то, что он сказал, то, что я опубликовала, некоторые комментарии по его словам, данные, допустим, Евгении Жовтисом и другими политиками, общественными деятелями, вызвали некий, не могу сказать резонанс, но некое такое шевеление высших эшелонов власти. И они выразили какое-то, по-моему, недовольство. Все это, естественно, отразилось на колонии. Администрация колонии настала более напряженной. Знаете, как Владимир сегодня сказал, что ожидается какая-то буря. Знаете, вот-вот, если там какой-то буквально маленький повод, то это может превратиться в нечто очень большое и страшное. Естественно, я посчитала, что эту информацию необходимо озвучить, потому что мы все понимаем, что такое тюрьма. Это закрытое утверждение, где, к сожалению, сосуды могут сделать достаточно страшные вещи. Следующее свидание как раз будет с 9 по 11 августа, то есть прямо на его день рождения. Он написал заявление. Это заявление было удовлетворено администрацией. Я знаю, что его хотели бы поздравить, его соратники и коллеги, поэтому, возможно, они постараются тоже приехать, но надо понимать, что длительное свидание – это то свидание, когда туда пускают только родственников. Поэтому я не знаю, что получится из этих идей. Я не знаю, возможно, сейчас мы думаем, возможно, будут отправлены телеграммы поздравительные, письма. На свидание прийти, попасть, естественно, могу только я. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!